Всем привет, друзья! С вами Руслан Усачёв, и сегодня у меня в обзоре три аккумуляторных лобзика. В этом видео я хочу сравнить скорость пиления этих лобзиков и буду использовать их на одинаковых аккумуляторах. 5 Ампер часов. Каждый. Также я буду пилить одинаковой пилкой. Новый в каждом случае. Это будет быстрое и чистое пиление от Diablo. Далее я проверю обдув зоны пиления каждым из лобзиков. Итак, Makita XVJ-03. Не бесщеточная. Аналог легендарного 4350 FCT. Далее Miloaki. Бесщеточный аккумуляторный лобзик модель 2737-20. Имеет возможность управления пылеотсосом. Ну и, конечно, лобзик от DeWalt. Единственный из всех, имеющий регулировку. Бесщеточный, конечно же. Ну и самый маленький, к тому же. Смотрите на размер. В целом, можете сравнить строение рукояти, хват, которым вы будете держать этот лобзик. Видите, по передней части разница ощутима. Makita умеет удивлять. Вот смотрите. Бесключевой, бесключевой и ключевой поворот подошвы. Ну, то есть, берем ключик, который вот здесь вот находится, и откручиваем. Да. Каждый лобзик будет работать на полностью заряженной батарее. Во всех случаях это будет 5-амперная батарея. И на первой скорости маятникового движения. Точнее, на первом режиме маятникового движения. У всех одинаковые настройки будут. Буду делать 10 пилов, и потом по времени посмотрим, какой справился быстрее. Буду стараться делать максимально быстро эти пилы. Итак, начнем тест. Сверху вы можете видеть количество проделанных резок каждого лобзика. Если честно, я не ожидал ощутимой разницы. Однако, как вы видите и увидите в дальнейшем, я сильно ошибался. Конечно, судить о лобзике только на основании скорости его пиления не стоит. Однако, это видео прежде всего об этом. И я должен зафиксировать результат. А результат вполне очевиден. Makita самая медленная. Затем идет Деволт, и Милуоки опережает Деволт по скорости пиления с значимым, на мой взгляд, отрывом. И это интересно. Ведь получается, мы имеем разницу даже среди бесщеточных моделей. У Makita можно сделать скидку на то, что он не бесщеточный все же, конечно. Я бы хотел заметить. Пусть Makita пилит и медленнее, но ощущение контроля выше. Сама работа инструмента как будто бы тише и более предсказуемая, что ли. Но результат есть результат. Милка первая. Друзья, сейчас мы посмотрим, насколько хорошо происходит сдув каждым из лобзиков место пиления. Насколько мы будем чисто видеть наш пил. Выключаем маятниковое движение. И поехали. Если честно, Makita кажется наиболее точной. То есть я прям вижу, куда она будет пилить. Ну, посмотрим сейчас. Обдув отличный. Вообще нет опилок вот вместе пиливут. Здесь наиболее широкое вот это поле. И немножко это, конечно, необычно. Зачем так сделано, я не знаю. Ну, филим, целимся по вот этой вот рамочке и по пилке самой. Выключаем тоже маятниковое. И поехали. Милка, конечно, заметно бодрее. Она прям, ну, в два раза такое ощущение, что быстрее. Вместе пиления нет никаких опилок. Давайте попробуем без вот этого включенного режима. Я так понимаю, это когда с пылесосом, то мы его выключаем. Вообще никакой разницы. Так же хорошо. Да, подсветочка выглядит простой. Ну вот. Достаточно простенькая. Теперь DeWalt. Тоже, как у Makita, интуитивно видно, куда мы будем пилить. Поехали. Ну, с обдувом нет никаких вопросов ни в одном из случаев. И DeWalt и Милка, конечно, быстрее Makita. Досмотрел. Молодец. Вот такой мини-обзор, друзья, получился. На самом деле, выбирать лобзик по скорости пиления не совсем правильно. Обдув это важно, эргономика тоже важна. Обратите внимание, что DeWalt самый маленький. Милка, наверное, самая мощная на монтаже увидим. Makita очень сбалансированная и спокойная. Она и работает тише. В целом я не вижу никаких проблем даже в этом году покупать, в 2023 году покупать его. Очень приятно в работе. Поэтому победила Дружба и, конечно, DeWalt. Почему DeWalt? Ну, потому что сарай в красный перекрашивать точно не хочется. На этом все. Всего вам доброго. Подписывайтесь, ставьте лайки и пока. Осталось протереть и в продажу как новый. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok